МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Галина Киреева в утире прогноза. Программа о том, что сегодня кажется невероятным, а завтра станет реальностью. Вы имеете право знать, что вас ожидает. Каждый час в России делают 300 абортов. То есть убивают 300 нерожденных детей. Россия мировой лидер в этой чудовищной области. Как образумить наших женщин? А может быть, аборты нужно запретить? Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, тема нашей программы. Когда в России запретят аборты? У нас есть три варианта развития событий, три прогноза. Первый прогноз. Никогда. Решать судьбу ребенка должна женщина. Второй прогноз. Скоро. Иначе вымрем как нация. И третий прогноз. Аборты закончатся, когда за ребенка будут давать квартиру. Телезрители тоже могут принять участие в дискуссии. Для этого вы должны отправить свой прогноз. 1, 2 или 3 на короткий номер 9696. Итак, когда в России запретят аборты? А я приглашаю в студию нашего первого героя. Он считает, что женщины плохо представляют, на что идут. Давайте узнаем, какую правду скрывают медики. Петр Петренко у нас в студии. Встречайте. Петр, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своей трагедии, которая произошла год назад. Ну, трагедия произошла с моей женой Людмилой. Мы сейчас увидим на фотографии, вот вы вместе с своей женой Людмилой. Мне было, в принципе, только всего 27 лет. Петр, что произошло? Ну, жена работала в банке. Банк, филиал тот закрылся на то время. Она без работы и я на пенсии. То есть вы остались без работы? В принципе, да. И в этот момент ваша жена пришла и сказала, что она беременна? Да, беременна. Решили мы, как бы, чуть-чуть отложить эту беременность. И созвонились мы со знакомым своим врачом, гинекологом. Петр, вы не стали ее отговаривать? Вы не хотели ее взять за руку и сказать, Людмила, остановись, давай родим. Сначала, как бы, отговаривал, но потом уже. И поехала она 25-го числа, год назад, к этому врачу знакомому. И в 18.00 она села на эту, скажем, операцию, на аборт. И после сделанного укола, через 3-4 минуты Люда умерла прямо на кресле. Петр, этот врач понес наказание? Никакого. Возбуждено уголовное дело по факту. Почему вы решили об этом рассказать? Я хотел бы, чтобы женщины, девушки задумались прежде, чем пойти на любой аборт. Криминальный, полный, не криминальный. А мужья не должны задуматься, нет? Ну, мужья, в принципе, тоже должны. Вот, вы знаете, Галина, самый основной вопрос, с которым приходят психоаналитики у людей, как найти какого-нибудь виноватого в том, что что-то случилось? Почему вы были на службе? Почему не вы довезли туда? Почему вы не сдали анализы? Почему вы не сдали пробу? Почему вы не забрали ее домой? Да, Наталья, о чем вы говорите? Ну, как так может быть? Вот, вы знаете, я хочу сказать, это даже не в каждой второй семье. Вот практически в каждой семье возникает такая ситуация. Почему нет уголовных дел против мужей? Нет. Речь о том, что аборт, да, он убивает. Специалист, любой вам скажет, умирает женщин от женских болезней в странах, где легальные аборты гораздо больше, чем где нелегальные. Вы понимаете, кто мог подумать? Вроде бы знакомый доктор, они думали, что ему заплатят деньги, и все будет нормально. Самая огромная проблема в том, что вот у нас те люди, которые призывают к легальности аборта, да, защищают право на аборт и так далее, это не друзья женщины, а главные ее враги. Вы первые в мире, в России, по количеству абортов, и не только по количеству абортов, но и по количеству смертей от этих абортов. Что это? Свобода выбора или свобода умереть? Мы вот, в отличие от некоторых демагогов, которые там обсуждают насчет убийства женщин, мы реально сотни женщин отговорили от абортов. И там, да, то есть я могу на эту тему рассуждать предметно. А рядом отец Максим, который 20 лет ведет эту деятельность. А скажите, а как вы это делаете? Как можно отговорить? Ну, телефон доверия, естественно, мы делаем это без провокации, опять-таки, вот демагогов приведут в пример. То есть мы не используем кровавые лозунги какие-то там, а расчлененку, трупы и прочий негатив, которые только травмируют психику. А можно деликатно женщине объяснить не делать аборт, если у нее нет денег, если у нее нет мужа, если она вообще в депрессивном состоянии? Мы делаем все, возможно, не только для того, чтобы подговорить, но еще и материально ей помочь. И поверьте, люди выстраиваются в очередь. Вот сейчас можно делать аборт в день обращения. И есть такое предложение ввести двухнедельный мораторий для женщины. То есть две недели женщина должна думать. Вот ваш прогноз я бы хотела услышать. Прогноз здесь даже не нужен. Рабочая группа, которая работает при нашем комитете, готовит три законопроекта. То есть подход комплексный. Только согласие супруга на аборт – это недостаточно. Только просто запрет или ограничение возможности проведения абортов до определенного срока беременности – недостаточно. И применительно к тому вопросу, который вы задали, о двух неделях тишины. У нас уже это сформулировано, это предложение. Две недели тишины с момента обращения. За исключением случаев, когда по медицинским показаниям для жизни и здоровья матери требуется срочное производство абортов. И в этом случае один день в любом случае должен быть дан. Вот меня слишком наградил тем, что я пережила дважды материнство. Я не знаю, что такое аборт. Мне повезло. Но я видела в гинекологии. В гинекологии неоднократно. Я думаю, многие женщины, кто пребывали в гинекологии, потому что в советское время туда же помещали и женщин, которые только что была проведена операция аборта. Делали это без наркоза в советское время. Неоплачиваемые. И я просто видела этих женщин. Вот если бы можно было их показать... Вы видели женщин после аборта? Женщин после аборта. Без наркоза. Это не просто белое лицо. Серо-белое. Ввели всегда под руки две санитарки или медсестры. Давали только вот этот лед, как он там называется. На самом деле много вещей. А вот это все, десятиклассникам не надо сделать. Вот просто привезти ее. Это страшные вещи. На самом деле, на самом деле, много лет прошло уже с тех времен. И производство абортов с каждым годом совершенствуется. Все одно удобство клиента. Давайте посмотрим. Они работают без перерывов и выходных. И даже проводят акции. А постоянным клиентам скидки. Здесь круглосуточно принимают заявки на умерщвление плода. Это онлайн-консультации для женщин. От нежелательной беременности предлагают избавиться щадящим способом. Сделать медикаментозный аборт. Без хирургического вмешательства только таблетки. Ставшая легальной для использования в России таблетка западного производства. Убивает нерожденного младенца на сроке 5-7 недель. Путёк блокирования поступлений еды и кислорода. Так что в итоге он умирает от голода или задыхается. Прообразом этой пилюли является небезызвестный циклон Б. Это смертоносный состав, применявшийся гитлеровскими нацистами в лагерях смерти. Несмотря на повсеместную рекламу, что использование этого средства является безопасной и эффективной альтернативой хирургическому аборту, совсем другая картина вырисовывается из реальных результатов клинических испытаний и использования в других странах. Никто не может гарантировать, что жизнь даже самой здоровой женщины не окончится летальным исходом в результате приёма этого препарата. Кроме физических рисков и осложнений метода аборта в таблетках, препарат представляет страшное психологическое испытание для женщин, которым приходится жить с мёртвым плодом целую неделю, если они применяют этот способ. Вот на самом деле, вы видели эти объявления в газетах быстро и безопасно? Вот такое ощущение, что как будто пойти маникюр сделать. Насколько безопасно? Это самый безопасный метод, который существует на сегодняшний день, из всех, посредством которого можно прервать беременность. Минимальное количество осложнений из того, что представлено. Но это делается только в стационаре под надзором врача, правильно? Это делается не в стационаре. Не в стационаре. Не в стационаре. То есть ты употребляешь таблетку и уходишь домой. В течение трёх часов находишься в условиях клиники, потом идёшь домой, через энный промежуток время, через 36-48 часов приходишь, тебе дают второй препарат, и после этого наблюдаешь в течение недели. То есть получается, опять же, о какой свободе выбора мы говорим? Женщинам вру нагло, быстро и безопасно. Ребята, то, что вы показываете сейчас, понимаете, это тоже популизм в определённой степени. Потому что, во-первых, я не люблю вот это вот демонстрирование вот этих кровавых остатков, когда... Ну, правду не продемонстрировано. Секундочку, давайте я скажу, и потом вы выскажете с вами. Да, вы говорите, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что не надо играть на эмоциональных чувствах. Дайте, предоставьте эту возможность разбираться с этими законопроектами, с этими профессионалами, все люди, которые имеют к этому отношение. Как женщине разбираться, которая принимает решение? Это вопрос государственной важности. Вот что я делаю, если у неё уже есть абсолютный диагноз, поставленный, допустим, на третьей неделе, о том, что ребёнок будет инвалидом? Если у неё нет родителей, и неизвестно, как ей будут помогать. У меня вот есть случай. Одна из моих приятельниц решилась-таки и родила сама без мужа. И все ей говорили, всем миром поможем, да ты не волнуйся. И вот кому бы она не позвонила в ту секунду, когда ей вот так нужна помощь. Кто-то занят, кто-то не может, никто не может помочь. Выбираться, она не пойдёт. Как-то готов осталось один на один с проблемой, да? В психозе. И большинство людей так и остаются. Виниками под глазами, и чаще всего 90 процентов. Да, несколько тезисов было выдвинуто. Тезис номер один. Почему в эту проблему, в её решение начинают влезать люди без медицинского образования, например? Да потому что это не медицинский вопрос, а нравственный, в первую очередь. Сейчас у нас у каждой женщины, у каждого мужчины, есть лицензия на убийство ребёнка в очреве матери. У нас... Это лицензия, говорим, на законодатель. Да, вот именно. Вот именно, вот эту лицензию мы должны уничтожить. Человека так и на уровне международных документов. Следующий, следующий тезис. Что делать в том случае, если ребёнок будет известно, что у него будет хроническое заболевание или что-то такое, да? 100 процентов. Давайте мы уничтожим всех инвалидов. Девушки молодые считают, что проще сделать аборт, нежели предохраняться. Вот кто виноват в этой безграмотности? Учителя, церковь, родители, кто? Давайте не будем забывать, что вот эта доступность к производству аборта, навязывание, просто агрессивная реклама. Вплоть до того, что в школах на доске объявлений вы можете найти объявление о ближайшем месте, где можно сделать аборт. Про что мы говорим? Если мы хотим решить проблему абортов, если мы хотим решить проблему сирот, если мы хотим решить проблему внебрачных детей, демографии, вкладывать надо. Не в медицинские учреждения или ещё что-то. Это профессиональные вещи, их накладывать в медицинские учреждения. А мы уже были в нашей стране с запретом. К чему это привело? Давайте посмотрим. В июне 36-го года в СССР было принято постановление, запретившее аборты. Лагерный срок светил не только врачу, сделавшему нелегальную операцию. Преступницей становилась женщина, решившаяся на такой шаг. В первый год после запрета рождаемость повысилась. К примеру, в 37-м году в Москве родилось в два раза больше детей, чем в 35-м. Но затем начались негативные последствия. Сформировался чёрный рынок подпольных абортов, грязными спицами усомнительных бабок. Их клиентки нередко погибали от сепсиса и потери крови. К тому же женщины стали делать себе аборты сами. Это привело к рождению детей уродов. Ведь дамы травили нежелательный плод хинином и другими ядовитыми средствами. И ещё резко возросло число детоубийств. Малышей до года убивали в два раза чаще, чем раньше. Очень скоро стало понятно, запрет на аборты не привёл к ожидаемым результатам. После окончания войны население страны начало расти. В ноябре 55-го года запрет на аборты и уголовное преследование за них в СССР отменили. Зачем мы всё время в СССР возвращаемся к Сталинскому? Мы всё время боремся со следствием. Ведь вы понимаете, что первопричиной является не самобеременность, не фактой первопричиной, является наличие отсутствия, вернее, адекватных социальных условий, вероятно, у кого-то. У кого-то финансовых аспектов, у кого-то ещё. Но какие-то предпосылки, которые требуются урегулировать на государственном уровне и создать определённую такую подушку безопасности, чтобы у женщины был компонент защищённости на случай, если она решит родить. Вы знаете, за чей счёт сегодня делают женщины аборты? А, например, в 2009 году их было 1,231,000. В прошлом году не меньше 1,1,000,000. За счёт работающих людей 3,140,000,000 рублей было истрачено заработанных вами денег на бесплатное производство аборта женщины. Вот смотрите, 3,140,000,000,000, пожалуйста, можно высвободить, если будет аборт производиться не за счёт фонда социального страхования, не за счёт работающих граждан. Пусть платят, кроме медицинских показаний и результат изнасилования. Мы предлагаем ввести пособие по беременности для женщин, одиноких, малообеспеченных, то есть там, где действительно именно ситуация, где без работы остались, муж или она, или оба. Вот если мы, вот такая программа прогноза, да, в первую очередь мы должны определиться для нашей страны, для нашего общества, для нашего государства, что мы выбираем? Мы выбираем легальность убийства или мы выбираем отказ от легальности убийства? Вот это самый главный вопрос. Естественно, я выбираю, конечно, отказ от легальности убийства. Она не сделала аборт, но жалеет об этом. Почему? Узнаем сразу после рекламы. Вы смотрите прогнозы. Сегодня мы обсуждаем, когда в России запретят аборты. Наша следующая героиня не сделала аборт. Как сложилась её жизнь? Давайте узнаем. Татьяна Соколова у нас сидит. Встречайте. Татьяна, добрый день. Сколько вам было лет, когда вы забеременеет? Замуж я вышла в 23 года. Родила я своего сына в 24 года. Это был 1985 год. Так, я выходила замуж, будучи уже нездоровой женщиной, то есть у меня была бронхиальная астма, и врачи меня предупреждали, что ты не сможешь родить самостоятельно ребёнка. Я хотела этого ребёнка, потому что в советское время было принято иметь детей. Только потому, что это было принято. Ну, у нас не было... Не потому, что вы хотели, вот как мать, как женщина. Просто было принято. Ну, в советское время все рожали детей. Вы жалеете о том, что вы родили ребёнка? Я жалею о том, что я родила ребёнка, потому что у меня после родов у меня появилась масса проблем, то есть я в свою жизнь прожила в постоянном стрессе. Вам кто-то помог, поддержал муж государства, может быть? Ну, я надеялась на то, что мне помогут и родители мужа, и мои родители. Но с развалом Советского Союза советские деньги сгорели, и поэтому моя семья мне не могла никак помочь, потому что они стали нищими людьми. Татьяна, сейчас взрослый сын, он, наверное, вам помогает. Ну, сейчас у нас уже другие проблемы. Сейчас уже стоит вопрос о том, что как половозрелому молодому человеку помочь в его семейной жизни. А, то есть вы ему помогаете? Сейчас я там, допустим, мечтаю только о хорошем доме престарелых в Московской области, чтобы освободить квартиру своему сыну, чтобы он мог в дом привезти девушку, с которой он мог создать семейную паузу. Это ужасное положение женщин до сих пор. Вот это первый момент. Поэтому я бы не возмущался тем, что кто-то там сожалеет когда-то что-то. Другой вопрос. Когда женщина узнает о том, что она беременна, она понимает, что она мать, и у нее в голове какие бы там идеологии фашистские, когда решали все специалисты, как говорят лорки-панинцы, или атеистические. У нас партия изо всех решала, делать аборт или не делать аборт. Вот какие бы идеологии, или сейчас либеральные, да, когда решает МТВ за всех, значит, какие бы идеологии не витали в воздухе, для женщины это всегда ее малыш. Нам говорят, вот если что-то износит, то обязательно аборт. Давайте подумаем. Ведь даже в этом крайнем случае, я сейчас не выступаю законодателем, но для женщины все равно это ее малыш тоже. Дальше. И насильника поймали. Он получает 4 года, если он не грабил и не убивал. Он отсидит и выйдет на свободу. Получается полный абсурд правовой. Если виновник будет свободен и жить дальше, через 4 года, а не видно ни в чем малыш, будет убит. И мы считаем, что дело закрыто. Дальше. Давайте с более человеческой точки зрения посмотрим, а женщина, которую изнасиловали, потом всю жизнь должна выращивать ребенка, насильника. Отец Александр Леонидов замечает об этом, говорит, мне пришли, говорит, знаете, вот женщина хочет убить ребенка, а потом крестится. Говорит, знаете, пусть она родит ребенка, аборт делает, да, потом крестится, чтобы гречи отпустить. Пусть малыша родит и своими руками его убьет. Одна из наших партий предложила каждой женщине за отказ от аборта давать по 100 тысяч рублей. Скажите, к чему может привести эта мера? Это не изменит ситуацию. Кроме того, эта партия предложила не просто отказ, а чтобы после рождения ребенка он был помещен в детский дом. Поэтому давайте называть так, как она предложила. Ничего это не даст. А вот ситуация, где беременная женщина, прежде чем принять решение о том, чтобы сделать аборт, вот эти две недели тишины, обязательная консультация у психолога, обязательная. Чем не одна. Дать ей возможность прослушать сердцебиение ребенка. В Латвии только одну эту меру ввели, у них сократилось, в разы сократилось число железных дел. А если квартиру это нужно бежать, а квартиру, наверное, к сожалению, к сожалению, будут бежать за квартирой. Возможно, прогнозируем. Поймите, может быть, это произойдет. Те, кто только за квартирой, опять сиротство. Поэтому очень важно, квартиру надо давать там, где брак зарегистрировали. У нас в зале еще одна героиня, она тоже была перед выбором, оставить ребенка или нет. Давайте спросим, что она выбрала. Ну, я тоже когда-то в молодости сделала аборт. И потом, когда я уже немного повзрослев, когда мне захотелось ребенка, когда я смотрела на своих ровесниц, у которых уже были дети, я им очень завидовала. Я долго не могла забеременеть и уже встретила человека, с которым мы хотели ребенка. Вы хотели бы поменяться местами с Татьяной Соколовой, у которой ребенку уже 25 лет? Нет. Ну, может и хотела бы. Я как бы жалею, что я тогда сделала аборт, но хотя я очень долго лечилась, я все-таки смогла. Ну, поздно, конечно. Но вообще-то детей, я думаю, никогда не поздно рожать. Я родила, конечно. У меня сейчас есть дочь, я ее очень люблю, но я жалею, что в то время я тоже сделала аборт. У меня бы сейчас мог быть ребенок лет 19, уже большой бы, учился бы в институте. Просто женщин нужно защитить от этого, грубо говоря, вот этого преступного и убийственного выбора. Как защитить? Вы предлагаете какие-нибудь механизмы? Я предлагаю запретить убийство, которое вы... Не надо говорить убийство, давайте на нормальном цивилизованном языке разговаривать. Вы хотите аборты запретить? Я считаю, что это нормальный цивилизованный язык. Почему процветают аборты на поздних сроках? Почему у нас есть еще до сих пор вот эти подпольные клиники? Разрешает закон. Закон, основа об охране здоровья, разрешает по социальным показаниям, куда относится в том числе судимость родителя. То, что он находится один из родителей в местах лишения свободы. Давайте посмотрим... Вы ограничиваете провожение. Подпольному аборту прибегают в тех случаях, когда не хотят огласки, нет денег или в случае, когда врачи отказываются делать операцию из-за большого срока беременности. Найти врача-подпольщика задача несложная. Интернет пестрит рекламными объявлениями. Аборт за час, аборт анонимно. Лжегинекологи грязных денег не боятся. Здравствуйте, мне нужно сделать аборт, у меня 20-я неделя. Хорошо, да, можно. Можно сделать, да? У вас в клинике, да, делают? Да, у нас в клинике, да. Ага, и на этой неделе можно будет сделать? Да, на этой неделе можно. Я могу вас записать, на какого вам чего. Ага, а сколько это будет стоить? Ну, вообще, это большой срок, довольно-таки. Ну, 15 тысяч, так, нет, больше. Препараты и инструменты подпольщиков далеко не безопасны. Криминальный аборт может привести к самым печальным и непоправимым последствиям. Максимум, что грозит криминальному гинекологу, это два года исправительных работ. Я вам могу сказать, в Америке... Вы знаете, это на самом деле, вот я сразу скажу, это не вопрос денег и прочего. Никто вам не даст цифру. Это даже не в рамках этой передачи. Этим должны заниматься определенные подразделения, структуры МБТ. Это категорически, это криминал, и это должно выявляться так же, как он отловит взяточников, я не знаю, там, на местах, кто, что превышает свои полномочия и так далее. Мера, о которой не говорил Патриарх, но о которой мы считаем, наша комиссия по биомедетике необходима, введение уголовной ответственности врача за производство аборта на поздних сроках. Уголовная ответственность. Когда в России запретят аборты? Своё мнение высказали самые разные люди. Эти прогнозы сразу после рекламы. В эфире прогнозы. Сегодня мы обсуждаем, когда в России запретят аборты. Через несколько минут мы узнаем результаты зрительского голосования. У вас ещё есть время, чтобы отправить свой прогноз. 1, 2 или 3 на короткий номер. 9-6-9-6. Мы попросили самых разных людей заглянуть в ближайшее будущее и дать свои прогнозы. Вот что они ответили. Я как уже взрослый человек, имеющий много детей, и на самом деле не скрываю, что у меня были аборты, так проходило по жизни. Мне и запрещали рожать, и всё остальное. Поэтому я сторонник абортов. Но аборты только стационарные. Вообще, я, конечно, против сирот, против несчастья. Вы знаете, его и так настолько много горя и несчастья вокруг, что, мне кажется, достаточно, чем его плодить ещё. Я, естественно, за аборты. Ну, в таком хорошем смысле слова. В любом случае нужно давать женщине срок для того, чтобы обдумать. Ей, супругу, её семье. Прежде всего ей, потому что это её решение. Это она будет делать. Это она будет, как у нас в христианстве, либо убивает, либо даёт жизнь. По моим прогнозам, к сожалению, в России, видимо, никогда не запретят аборты. В этой связи, понимая, что запрета никогда не будет, мы должны, на мой взгляд, приложить все усилия для того, чтобы внедрить в сознание нашего общества, убедить наших матерей и отцов не отказываться от счастья и детворождения. Законом таким душу женщины не изменить, и будут обязательно криминальные аборты. Вот, и она скажет, а вот вы запретили, а мне это необходимо. Поэтому нужно менять моральный закон именно вот у будущей матери. Вот такие прогнозы. А какие прогнозы дадут наши эксперты? Отец Дмитрий, пожалуйста. Знаете, я думаю, что решение о запрете абортов должно быть общим решением всего общества. И чем быстрее мы к нему придём, тем меньше шансов, что через 20 лет мы все будем учить китайский язык. Совершенно согласен. Я уверен, что буквально пройдёт ещё 5-10 лет максимум, и мы придём просто в точку невозврата. Я уж не говорю про нравственную тему, да, я об этом много говорил. Но чисто с точки зрения государственности и демографии, если мы буквально в ближайшие 5 лет не запретим аборты, то будет, то просто наша страна разрушится. Семен Борисович, ваше правило, пожалуйста. Я полагаю, что будет ограничено производство аборта. Кто-то называет это запретом. Ну, запрет при сроке выше 12 недель, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям есть угроза жизни и здоровью матери. Если несовершеннолетняя, достигшая 15 лет, обязательно согласие родителей или одного из них. Если состоит в браке, обязательно согласие супруга на производство аборта. Кроме того, наделение врачей правом отказаться от аборта по совести и убеждениям, за исключением случаев, когда такого рода замена невозможна по показаниям для жизни и здоровья женщины. Я тоже думаю, что аборты будут несколько пресечены, не будут такими официальными, они будут платными. Если введут эти две недели тишины, то у психологов, наконец, появится возможность говорить с женщинами с глазу на глаз и по-доброму, и о душе. Мне кажется, нужно... Нельзя делать аборт за один день. Нельзя. Это просто недопустимо. И, мне кажется, нужно вводить сексуальное воспитание в школу или делать отдельным предметом это каким-то. Спасибо. Ваш прогноз. У меня смотрел только один вопрос, связанный с платностью абортов. Мне кажется, что, учитывая социальное, так сказать, неблагополучие определенных слоев, даже при отсутствии запрета на аборты у нас может возникнуть проблема, что определенный контингент просто физически не сможет набрать этих денег, которые, ну, понимаете, да, которые нужны для производства этой процедуры. Отсюда получится, что, опять-таки, доля криминальных абортов, даже на фоне вроде бы разрешенной этих, может возрасти. А сейчас вы видите, кого поддержали телезрители. На самом деле, пока шла наша программа, в России было сделано 150 абортов. Когда остановится этот жуткий конвейер, делайте свои прогнозы. Ведь у прогнозов есть одно важное свойство. Они иногда сбываются. С вами была Галина Теряева. Спасибо за программу. АПЛОДИСМЕНТЫ